Эфир телеканала Ника Плюс продолжает программа «Гость в студии». И сегодня о том, как справляться с недугами после физических нагрузок и как применять в домашних условиях физиоаппараты. Мы поговорим с представителем Елатомского завода Катериной Перкатовой. Здравствуйте. Здравствуйте, Катерина. И помогать Катерине показывать, как применять физиоаппараты, будет наша модель Марина. Марина, здравствуйте. Катерина, ну вот не только дачники подвержены нагрузкам, хотя сейчас и лето, но и те, кто трудится в городе, кто-то целый день проводит стоя свой рабочий день, кто-то сидит за компьютером. И вот если не обратиться за помощью, эти люди подвержены серьезным недугам. Вот правда ли, что физиоаппараты способны дать отпор вот этим недугам? Например, ростахондроз или артрит? Да, конечно. То есть магнитное поле, оно влияет таким образом, что расслабляет капилляры. Соответственно, кровоток улучшается, то есть поступают питательные вещества, кислород в кровь и, соответственно, вымывают вредные вещества. И если, допустим, человек применяет магнитную, ну, магнитотерапию в комплексе, это будет еще лучше, то есть с лекарствами, или же это мази, то, соответственно, и лечебные препараты поступают с кровью быстрее. Ну вот с какого аппарата начнем нашу демонстрацию? Ну, давайте, наверное, с нашего труженика, Алмак-01. Мы его уже не один раз показывали в этой студии. Какие показания у этого аппарата? Когда его применяют? Ну, показания вообще, на самом деле, у него более 60 показаний. То есть здесь и сердечно-сосудистая система, и заболевания желудочно-кишечного тракта. Конечно же, это опорно-двигательный аппарат, то есть все, что связано, да? Это все наши суставы, косточки, позвоночник, вот, то есть показаний у него очень много. Компактный аппарат, как мы видим, то есть легко обернуть вокруг сустава, на него можно лечь, положить на воротниковую зону. То есть, в общем-то, аппарат универсален, привязан он к таймеру, то есть отключается он сам через 22 минутки. И, конечно же, нужно смотреть в руководство. То есть, когда мы приобретаем какой-либо аппарат, физиоаппарат, мы должны посмотреть, как им пользоваться. И есть ли противопоказания? Конечно, как у любой терапии, есть противопоказания. Но у магнитотерапии, что очень важно, наименьшее количество противопоказаний. То есть это новообразование, это наличие кардиостимулятора, это беременность, естественно, мы беременных женщин, так сказать, не трогаем. Это алкогольная интоксикация и тереотоксикоз, если человек стоит на учёте у эндокринолога, то есть проблемы с щитовидкой. То есть, в общем-то, если дозировано пользоваться так, как написано в инструкции, то есть привыкания никакого магнитотерапия не имеет, что тоже очень важно. Ну и, в общем-то, как у нас говорят в народе, где болит, там и прикладываем. Вот эта сторона рабочая, да, буковка Н обозначена, её к телу прикладываем. Кстати, как раз он у нас сейчас лежит на области надпочечников. И чтобы, например, сбить высокое давление, то есть достаточно подержать минут пять на воротниковой зоне и следом разместить его на зону надпочечников. При артрите, если болит локоть, мы можем обернуть вот так руку. Также мы можем обернуть и ногу. Да, можно просто, да, положить. Применять его нужно курсами? Конечно, любая терапия, она подразумевает курсы. Все эти курсы, опять же, прописаны в инструкции. То есть при остеохондрозе, например, да, ну так, к примеру приведём, то есть курс около 15 дней, делаются перерывчики, там, допустим, пять дней перерывчик, там, пять дней перерывчик, вот, потом повторяется для закрепления. Прибор МАК-30, он не настолько на слуху, как Алмак-1, но, тем не менее, вот вы говорили, что это пионер ваш, да? Расскажите о нём, как он понимается. Да, совершенно верно. МАК-30, вот такой маленький, как я его называю, утюжок, помещается так хорошо, удобно в ладонь. То есть это самый первый аппарат, с которого пошла вообще вся линейка Алмагов. То есть 0.1, 0.2 и 0.3 Диамаг. Это... Я почему его сегодня принесла в студию? Мы его редко показываем, хотя он до сих пор продаётся очень хорошо. То есть его люди помнят, ещё наше пожилое, можно сказать, тогда поколение. Несмотря на то, что у него низкочастотное, да, немножко другое поле, терапевтический эффект абсолютно такой же, как у Алмага-0.1. А люди с какими недугами его покупают? Для чего? Ну, здесь показания практически те же, что и у Алмага-0.1. То есть их тоже более 60. Здесь единственное, что, конечно, мы не можем его обернуть вокруг сустава, мы не можем лечь на него, но те заболевания, которые... При которых человек может сам себе сделать процедуру, там, например, локоть, либо колено, может вполне воспользоваться и обойтись Магом-30. Вот. Ну, а как я уже говорила, то есть показания у него те же, то есть более 60 показаний, то есть это те же заболевания и желудочно-кишечного тракта, и опорно-двигательного аппарата, и сердечно-сосудистая система, и заболевания женских половых органов. Катерина, я знаю, что у Алмага-0.1 произошли некоторые изменения. Вот расскажите о них, что появилось нового. Да, буквально с недавнего времени у нас произошло изменение в самом аппарате, но, слава богу, это не повлияет на его положительную функцию. То есть те 8-9 сантиметров глубины проникновения магнитного импульса, они так и остаются. Единственное, что вот индикатор магнитного поля, вот такая штучка, она всегда есть в коробочке при Алмаге-0.1, вот этот индикатор, он стал менее чувствительным. То есть если мы раньше показывали и в передаче, и многие в аптеках работники показывали покупателям через руку, демонстрировали о том, что глубина проникновения магнитного импульса, вот она там 8-9 сантиметров, то теперь, поскольку он менее чувствительный, мы просто кладём на рабочую поверхность Алмага, видим, что индикатор мигает, да, загорается, вот, и это говорит о том, что аппарат рабочий, то есть магнитное поле есть. Следующий аппарат, Диамаг, мы его сейчас видим на Марине, в каких случаях его применяют? Аппарат транскраниальной терапии, Диамаг или Алмаг-03, применяют при заболеваниях головного мозга, то есть это не только головные боли, мигрени, да, различного характера, это и реабилитационный период после инсультов, это ишемия, это и бессонница, то есть, в общем-то, всё, что связано с сосудами головного мозга. Аппарат имеет 4 программы, каждая программка разработана под, так сказать, отдельное заболевание, применяется он вот таким образом, опять же, с недавнего времени, так сказать, обновили аппарат, да, то есть раньше были вот эти вот проводочки выходили с затылочной части, да, и крепились на затылочной части, а сейчас мы с вами видим, что они расположены на височной части. 4 программки, кнопочка «Пуск», вот у нас запускается таким образом программа. При шейном остеохондрозе, да, вот когда симптом цифалгии, то есть вот это зажатие корешков, то можно, в принципе, расположить вот таким образом. Аппарат, в общем-то, очень лёгкий в применении, то есть мы видим, да, что человек абсолютно может сам справиться, то есть не надо для этого специального обучения какого-то, то есть, допустим, программка есть для людей, страдающих бессонницей, очень интересное, и многие люди покупают именно для этого. А если заснёшь с этим аппаратом, ничего страшного? А ничего страшного, то есть аппарат отключается сам. Катерина, следующий прибор – это Алмак-02, и вот я вижу, он выглядит намного серьёзнее своих предшественников, а вот в домашних условиях его сложно собирать? Ну, несмотря на то, что такой довольно-таки масштабный аппарат, то есть у него и вес – 11 килограмм, 79 специально разработанных программ, то есть это уже компьютеризированный аппарат. Конечно же, здесь мы видим с вами, то есть помимо того, что 79 программ, здесь и три вида различных излучателей. То есть помимо основного, это вот у нас полотно такое, которое состоит из 16 вот таких вот плоских соленоидов катушек магнитных, есть ещё вот такой по принципу Алмага-01 из шести вот таких соленоидов катушек магнитных, да, это гибкая линейка излучателя, и плюс вот таких два локальных излучателя для лорзаболеваний или же для заболеваний внутренних органов. Алмаг-02 – это уже аппарат, разработанный для более серьёзных заболеваний. Глубина проникновения магнитного импульса у Алмага-02 уже 18 сантиметров. Более 120 показаний, то есть это и внутренние органы, это такие сложные заболевания, как гепатит, осложнение сахарного диабета, это и лимфостаз, это и коксартроз. При лимфостазе, вот, например, мы используем основное полотно, то есть основной излучатель, оборачиваем вокруг ноги, чтобы разогнать нам отёки. Локальные вот эти излучатели, они очень удобны для применения при заболеваниях внутренних органов, то есть, например, печени, да, то есть при гепатите. Видно, да, что человек, опять же, может сам себе провести процедуру. Вот сейчас время простуд начнётся. Поможет ли нам Алмаг-02 бороться с гайпоритами, например? Да, конечно, безусловно, вот такие локальные излучатели как раз очень удобны, чтобы воздействовать при лорзаболеваниях. То есть ещё отличие Алмага-02 тем, что в некоторых случаях можно воздействовать сразу двумя или тремя облучателями, то есть одновременно. Екатерина, ну вот наша программа подходит к концу. Давайте какие-то общие советы дадим по применению физиоаппаратов. Что должны знать наши зрители? Хочу напомнить, что самое лучшее лечение – это всё-таки комплексное. И если доктор прописал какие-то препараты, то есть не забываем их применять, потому что в комплексе это будет гораздо быстрее, вы получите эффект, да, результат. Ещё такой момент. Обязательно замеряйте давление. Лучше всего замерять до процедуры и после процедуры, чтобы хотя бы даже понимать, как влияет на вас магнитное поле. Все аппараты можно приобрести в магазинах «Линия здоровья» Володарского 3, «Мир здоровья и красоты» Горького 25 и в сети аптек «Фармакор», «Невис» и «Социальные аптеки». Спасибо, Катерина. Спасибо, Марина. А я напомню о том, как справляться с недугами после физических нагрузок. Мы говорили с представителем Елатомского завода Катериной Перкатовой. Это была программа «Гость студии». Я желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин